Сергей Довлатов. «Хочу быть сильным». С физкультурой было покончено, и я написал рассказ. Что-то было в рассказе от моих ночных прогулок. Шум дождя, уснувшие за рулем шоферы, безлюдные улицы, которые так похожи одна на другую. Бородатый лицотрудник долго искал мою рукопись, ройся в шкафах, он декламировал первые строки. «Это не ваше? К утру подморозило». «Нет», — говорил я, — «а это к утру распогодилось». «Нет, а вот это к утру Ермил Федотович скончался». «Ни в коем случае. А вот это под названием «Марш одноногих». «Марш одиноких», — поправил я. Он листал рукопись, повторяя «Посмотрим, что вы за рыбак, посмотрим». И затем «Здесь у вас сказано, и только птицы кружились над гранитным монументом». Желательно знать, что характеризуют собой эти птицы. «Ничего», — сказал я, — «они летают просто так, это нормально». «Чего это они у вас летают?» — брезгливо поинтересовался редактор. «И зачем? В силу какой такой художественной необходимости?» «Летают и все», — прошептал я, — «обычное дело». «Ну хорошо, допустим, тогда скажите мне, что олицетворяют собой птицы в качестве нравственной эмблемы?» «Радиоволну или химическую клетку?» «Хронос или демос?» От ужаса я стал шевелить пальцами ног. «Еще один вопрос последний. Вы жаворонок или сова?» Я закричал, поджег бороду редактора и направился к выходу. Вслед донеслось. «Минуточку!» «Хотите, дам вам один совет в порядке бреда?» «Бреда?» «Ну, то есть от фонаря?» «От фонаря?» «Как говорится, из-под волос». «Из-под волос?» В общем, перечитывайте классиков. Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого. Особенно Толстого. Если разобраться, до этого графа подлинного мужика в литературе-то и не было. С литературой было покончено. Дни потянулись томительно вереницей. Сон, кефир, работа, одиночество. Коллеги, видя мое состояние, забеспокоились. Познакомили меня с развитой девицей Фридой Штейн. Мы провели два часа в ресторане. Играла музыка. Фрида читала меню как торру. Справа налево. Мы заказали блинчики и кофе. Фрида сказала. «Все мы люди определенного круга». Я кивнул. «Надеюсь, и вы человек определенного круга?» «Да», – сказал я. «Какого именно?» «Четвертого, – говорю, – если вы подразумеваете круги ада». «Браво», – сказала девушка. Я тотчас же заказала шампанское. «О чем будем говорить?» – спросила Фрида. «О Джойсе, о Гитлере, о Пшибышевском, о черных терьерах, о структурной лингвистике, о неофрейдизме, о дизигелеспе, а может быть, о Ясперсе или о Кавке?» «О Кавке», – сказал я и поведал ей историю, которая случилась недавно. «Прихожу я на работу, – останавливает меня коллега Барабанов. «Вчера, – говорит, – перечитывал Кавку. А вы читали Кавку?» «К сожалению, нет, – говорю». «Вы не читали Кавку?» «Признаться, не читал». Целый день Барабанов косился на меня. В обеденный перерыв заходит ко мне лабирантка Нинуля и спрашивает. «Говорят, вы не читали Кавку? Это правда? Только откровенно, все останется между нами?» «Не читал», – говорю. Нинуля вздрогнула и пошла обедать с коллегой Барабановым. Возвращаясь с работы, я повстречал геолога Тищенко. Тищенко был по обыкновению с некрасивой девушкой. «В Ханты-Мансийске свободно продается Кавка!» – закричал он. «Чудесно», – сказал я, и, не оглядываясь, поспешил дальше. «Ты куда?» – обиженно спросил геолог. «В Ханты-Мансийске», – говорю. Через минуту я был дома. В коридоре на меня обрушился сосед-дошкольник Рома. Рома обнял меня за ногу и сказал. «А мы с бабулечкой Кавку читали!» Я закричал и бросился прочь. Однако Рома крепко держал меня за ногу. «Тебе понравилось?» – спросил я. «Более или менее», – ответил Рома. «Может, ты что-нибудь путаешь, старик?» Тогда дошкольник вынес большую рваную книгу и прочел. «Ружки и народные кавки». «Ты умный мальчик», – сказал я ему, – «ну чуточку шепелявый». «Не подарить ли тебе ружье?» «Так я и сделал». «Браво!» – сказала Фридерштейн. «Ружки и народные кавки», – сказал я, «ну чуточку шепелявый».